Всем привет, вы на канале Суперкит. Был момент, когда я распродал все валявшиеся у себя незанятые SSD. Решив, что если вдруг ненадолго нужно будет, поставлю старый винчестер. Если вдруг наступило, причем давно, и никак не уходит. В моем, пусть и не главном компе, установлен 3,5 дюймовый жесткий диск. Причем установлен давно. С Windows 10 компьютер включается, наверное, минуты 3. А после загрузки винды, в случае открытия браузеров, компьютер опять уходит в ступор. Надоело мне это, и решил купить твердотельный накопитель. Но, как и всегда, с оглядкой на бюджет. Тяжело содержать три компа, каждый из которых просит обновку. И тут на Алике увидел SSD, который видел и раньше, но по невероятно низкой цене. Видимо за то, что цена низкая, название бренда читается очень странно. Причем продавец явно не однодневный, много отзывов. Может он такой ценой хочет набить рейтинг? Но как-то долго это все длится. Ведь увидел я эту цену относительно давно, а она до сих пор действует. В общем подумал, 10 долларов на дороге не валяются, но и альтернатив у нас на SSD емкостью 256 гигабайт просто нет. Заказал. У SSD SATA 3 толщина 7 мм. Пластиковый корпус, внутри которого металлические гайки для крепления накопителя внутри устройств. Заявленная скорость чтения 550 Мбайт в секунду, записи 500 Мбайт в секунду. Модель имеет емкость от 64 гигабайт до 2 терабайт. Используемая память 3D NAND TLC. Также продавец сразу уведомляет в описании, что после форматирования емкость будет ниже и все величины расписаны сколько будет соответствовать конкретной емкости. Есть в описании и упоминания о контроллере, о надежности и о низкой цене. Про ресурс нет никакой информации. Сложно изначально сказать, насколько это все вообще правдивая информация. Пожалуй, верить можно лишь тому, что у SSD скорость работы должна соответствовать SATA 3. Во всяком случае, в начале записи. При подключении обнаруживается интересный нюанс. Скорее всего, китайцы устали объяснять покупателям, что новый накопитель требует инициализации, без которой он не будет отображаться в проводнике. И стали делать инициализацию сразу сами. Попутно присваивая диску название в иероглифах. Кристалл Диск Марк с разными объемами файлов для теста показывает одинаковые значения между собой, но с отличием от заявленных. Так, если скорость чтения совпадает с заявленной величиной, то скорость записи на 50 Мбайт в секунду ниже. В CrystalDisk Info видно незатейливое название. А из полезного, это реальный датчик, показывающий актуальную температуру накопителя, счетчик гигабайт на чтение и на запись, что далеко не в каждом китайском накопителе, а также статистика остаточного ресурса в процентах. В HDTune скорость чтения чуть выше 500 Мбайт в секунду. Ровная, горизонтальная, прямая. Смарт в Виктории и тест поверхности на отзывчивость секторов. Все максимально идеально, а главное быстро, во всяком случае для SSD с объемом 240 Гбайт. Для теста записью файлами использую видео файлы большой емкости. Суммарно 108 Гбайт. Через 81 Гбайт непрерывной записи скорость падает до отметки около 40 Мбайт в секунду, где в волнообразном промежутке от 35 до 50 Мбайт в секунду держится до прекращения записи. 81 из 223 Гбайт это более одной третьей части. Я не оправдываю падение скорости, но для диска, который будет использоваться только под систему, имея как раз заполнение около этих самых 80 Гбайт, это более-менее. Диск, исходя из своего объема, как мне кажется, вряд ли будет каким-то другим, кроме системного. Все, что нужно добавить для производительности операционной системы, этот SSD добавит. И все, но слишком красиво пока получается, особенно соотношение цены к объему, что волей-неволей, но начинаешь задумываться, а есть ли тут те самые 223 Гбайт после форматирования. И я решил проверить этот параметр также. Ведь все мы знаем, как китайцы умеют закольцовывать малый объем памяти, приписывая несоответствующий объем своим устройствам памяти. Для теста я использую известную всем программу H2Test. Пришлось потратить очень много времени, так как быстрый участок памяти закончился достаточно скоро, а после и время до окончания теста постоянно росло. Но тест проведен и ошибок не выявлено. А значит куплен действительно рабочий аппарат. Касательно времени жизни, я не думаю, что есть шанс превысить ресурс работы. А те, кто постоянно пишут, как у них за 2 года сгорел опять SSD, купите уже наконец нормальный блок питания. Потому что я как продавец давно бы вас внес в черный список как вредителей. И просто запомните, нет никакой проблемы в длительности жизни SSD. Этот твердотельный накопитель на момент выхода видео уже 2 месяца без проблем работает в моем рабочем компьютере. Все включается быстро и работает отзывчиво. Напоследок, учитывая, что диск никак не опломбирован и ни о какой гарантии в данном случае не может идти и речи, решил показать, как он выглядит внутри. Из увиденного можно понять, что в описании на Алиэкспресс у китайца ошибка в маркировке контроллера. По чипам памяти Google мне ничего не ответил. Сама плата занимает меньше половины размера от корпуса, в котором она находится. Возможно, есть случаи, когда так использовать удобнее. Говоря в целом об актуальности SATA SSD, я думаю, они не просто актуальны, а еще долго будут такими, ведь даже если у вас старая плата, пусть даже на ней есть свободный слот PCI-Express и вы купили переходник, то все равно без дополнительных манипуляций, которые под силу не всем дискам 2 NVMe не получится использовать в качестве загрузочного. А с SATA проблем с загрузкой Windows не возникнет. Я покупкой доволен. Сейчас вопрос ускорения компа закрыт. Все, что можно было сделать с этим компьютером, уже сделано. Процессор i7 на сокете 1155 установлен, оба разъема заняты максимальным объемом памяти по 8 гигабайт каждая планка, вот и твердотельный накопитель также есть. Кстати, все SSD, которые были в обзорах, кроме пары накопителей, работают отлично. Некоторым уже по 5 и более лет. Судьба упомянутых двух мне просто неизвестна, так как в самом начале становления канала я покупал некоторые предметы, делал обзор и продавал их, так как нужно было вернуть средства для покупки следующих устройств. То есть целей на их использование просто не было. Но это не значит, что с ними что-то могло случиться. Просто я не знаю ничего про их судьбу. Какой вывод можно сделать? Очень простой. Если у вас есть возможность, купите Samsung. Samsung это топ в SSD. Есть некоторые модели от других производителей, которые также дадут хорошую скорость на протяжении всей поверхности. Но я считаю, что Samsung это явный лидер в твердотельных накопителях. Если у вас нет средств, можете купить в том числе и тот, который был сегодня на обзоре. Для операционной системы я бы не задумывался. Цена очень способствует этому. Но, как и всегда, я лишь делаю обзоры, чтобы каждый для себя мог оценить смысл покупки. Конечное решение все равно принимать покупателю. Ссылки на полезности в описании. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях. Постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч. До новых встреч.